Еще одна тема, которая уже подводит нас к концу нашего разговора, это последняя тема, который мы обсудим, называется «Закон сеяния и жатвы». Как вы помните, наша жизнь в мире, наша жизнь с Богом в учении движения веры определяется некими неизыблемыми, объективными законами, которые всегда срабатывают. Вот такой один закон, который называется «Закон сеяния и жатвы» или «Закон воздаяния», очень хорошо описывает отношения человека с Богом, как их представляет собой движение веры. Согласно этому закону, любое наше даяние или пожертвование угодное Богу должно быть многократно возмещено. Этот акцент на воздаянии чудовищным образом искажает саму идею милосердного пожертвования. Оно перестает быть бескорыстным, потому что мы даем для того, чтобы получить, и превращается в инструмент получения выгоды. Вот что мы с вами читаем. Добиться успеха можно только одним способом – жертвуя. Я заключил этот завет с Господом. В этом соглашении также было такое заявление. И я добровольно отдаю деньги от продажи этого самолета и ожидаю воздаяния за это. На мой взгляд, Господь говорил совершенно другое. Он сказал, отпускай свой хлеб по водам, по прошествии многих дней опять найдешь его. Господь призывает нас отдавать и сам позаботиться о том, когда мы и как сможем получить. Более того, по мнению некоторых проповедников веры, мы, по сути дела, отдавая деньги бедным, превращаем Бога в нашего должника. То есть он взял себя своим словом, значит он должен нам заплатить. Когда ты даешь бедным, ты не расстаешься своими деньгами. Ты фактически одалживаешь Господу, и Он тебе отплатит. Как и прочие законы богословия веры, закон сеяния и жатвы тоже описывается определенной формулой. Кеннет Копланд пишет. Позвольте мне поделиться с вами небольшой формулой, которая поможет вам принять воздаяние за ваши пожертвования в любой области. Эта формула постоянно оправдывала себя в нашей жизни. Сработает она и в вашей, если вы посвятите ей себя. Формула содержит в себе шесть моментов. Определите сколько вам нужно, заключите соглашение согласно Матфея 18-19, держитесь за это верой, свяжите дьявола и все его силы во имя Иисуса, высвободите силы неба и хвалите Бога за ответ. И тогда вы получите то, что вы хотите. Видите, Копланд приводит особую молитву, которую он молится в таком случае, которая является конкретным выражением этого учения. Вот давайте посмотрим, как он об этом пишет. Молитва. Можете по ходу дела сравнить с молитвой Отче наш, получается очень интересная параллель. Отче, во имя Иисуса мы просим у тебя, назовите сумму. Эти деньги на нашем небесном счету, и теперь мы снимаем эту сумму. Мы верим, что мы принесем. Повторите сумму. Согласно Марка 11, 23-24, мы верим в своем сердце и исповедуем, что это принадлежит нам во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что у нас есть. Укажите сумму, согласно Матфея 18-19. С этого дня мы передаем тебе заботу об этом деле и благодарим тебя за это. Главное не забыть трижды указать сумму, иначе может оказаться недействительным. Пожертвования и добрые дела, которые рассматриваются как вклад в небесный банк, они обесцениваются. Они перестают быть выражением любви и милосердия по отношению к другим людям и становятся финансовыми инструментами небесной банковской системы. Это все цитата из Писания Движения Верх. Эту мысль отлично выразил христианский классик 20 века Освальд Чендерс. Наверное, знаете, у нее есть такая книжка, называется «Все мое предельное Господу» или в другом переводе «Все, что могу во славу Его». И вот там у него комментарий на стих Марка 10.28 звучит таким образом. «Мы все настолько прониклись духом коммерции, что к Богу идем только за тем, чтобы чего-то от него получить, а не просто ради него. Это то же самое, что сказать «Нет, Господи, Ты мне не нужен. Мне нужен я сам, только чистенький и с полным духом святым, чтобы меня можно было выставить всем на показы, чтобы я мог сказать, вот что сделал мне Бог». Если мы что-то отдаем Богу только для того, чтобы получить взамен больше, никакое это не отречение, никакого святого духа здесь нет и близко. Это жалкий интерес обыкновенного торгаша. Ну и, наконец, самое уродливое проявление закона сеяния и жатвы называется «Что человек посеет, то он и пожнет», поскольку эта идея построена на просто вырванном из контекста тексте Писания. А Ванзини пишет «Это раз и навсегда установленный закон, он необратим. Род семян, которые вы посеяли, определяет род урожая, который вы будете пожинать». В качестве примера того, как это работает, Аванзини рассказывает историю о некой женщине, которая всю жизнь, значит, она не верила в десятину, не жертвовала деньги служением, просивши материальной поддержки, однако посещала больных, готовила им пищу, занималась каким-то таким вот физическим служением, вот, и вязала платки для родственников и друзей. В конце концов, когда она умерла, она умерла в нищете, а платочков у нее дома было много, потому что со всех сторон ей эти платочки присылали. И вот Аделаджа делает такой вывод. Выскажем в самой простой форме. «Давайте яблоки, и яблоки будут даны вам. Давайте груши, и вы получите груши. Давайте вязаные платки, и вязаные платки возвращаться к вам. Давайте пищу, и пища дастся вам». Теперь читайте еще более внимательно. «Давайте деньги, и деньги будут даны вам». На каком основании Аделаджа делает этот вывод? Единственный библейский текст, на котором он основывается, это 6 глава послания к Галатам, 7 стих. Аделаджа пишет это так. «Закон номер 3. Вы должны сеять то, что надеетесь пожать. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сейте семена томатов, и Божий закон гарантирует вам урожай томатов. Сейте бобы, и Божий закон гарантирует вам сбор бобов. Сейте деньги, и Божий закон гарантирует вам финансовый урожай». Между тем, как вы хорошо понимаете, этот стих не имеет никакого отношения к сельскому хозяйству. В этом стихе говорится совершенно простая мысль. «Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть от плоти пожнет тлеяние, Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечная». Никаких платочков, никаких долларов, никаких сладостей, никаких семян томатов здесь и близко не лежит. Павел не занимался такого рода вещами. Если же мы с вами внимательно почитаем весь контекст приведенного отрывка с 6 по 11 стих, то увидим, что речь вообще не идет о денежных пожертвованиях, а речь идет о благих делах, которые христиане совершают. Когда мы с вами совершаем дела по плоти, мы сеем в тление. Когда мы совершаем дела ради Бога, в дух, тогда мы сеем в дух, тогда мы действительно пожинаем вечную жизнь. На этом мы с вами заканчиваем разговоры про движение веры. Я еще раз хочу вам рекомендовать книжку, которую мы издали. Называется она «Движение веры. Искушение здоровьем преуспеванием». Почему я хочу особенно ее рекомендовать? Дело в том, что, к сожалению, многие проповедники веры искажают не только учение о вере, исцелении, преуспевании и так далее. Они еще исцеляют учение о Боге и спасении. И в этой книжке Роберта Боумана есть целый раздел, который посвящен тому, каким образом движение веры искажает уже основные учения христианской веры. К сожалению, у нас пока с вами нет времени и возможности, чтобы подробно об этом поговорить. Но, тем не менее, затрагиваются учения о спасении, затрагиваются учения о Троице, затрагиваются учения о Христе и так далее. Поэтому все это очень и очень серьезно. И вдобавок, как я уже сказал, эта книжка написана таким образом, что даже последователи движения веры, они не смогут уйти от осознания того, что читают именно те цитаты, которые действительно их кумиры, их люди, которых они считают помазанниками, проповедовали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok